В администрации Каспийска состоялась 35-я сессия собрания депутатов под руководством Абдул-Ахида Джаватова. На повестку дня были вынесены следующие вопросы об утверждении отчета об исполнении бюджета за 2023 год. Внесение изменений в решение собрания депутатов Каспийска о бюджете города на плановый период 2025 по 2026 годы. Утверждение ключевых показателей эффективности главы города и инвестиционного полномочного органа в сфере сопровождения инвестиционных проектов с привлечением частных инвестиций, учреждения муниципального бюджетного учреждения, дирекция реакциона зон городского округа и утверждение положения о нем. Внесение изменений в положение об официальных символах Каспийска, а также увековечения памяти каспийчан-участников специальной военной операции, погибших при исполнении воинского долга. По первому вопросу об утверждении отчета по исполнению бюджета Каспийска за 2023 год выступил начальник финансового управления муниципалитета Джамбула Джабраилов. Доходная часть бюджета города за 2023 год исполнена в сумме 3,052 млн. рублей, что составляет 103,7% от утвержденности назначения. Сверхплана поступило 108 млн. рублей, в том числе и собственные доходы. Сверхплана поступило в сумме 94,267 млн. рублей, что составляет 110,7% в исполнении. И без возмездных поступлений сверхплана поступило 11,65 млн. рублей, что составляет 100,6% плановых назначений. Также докладчик рассказал о внесении изменений в решение собрания депутатов в вопросе о бюджете Каспийска на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов. Первые изменения предлагаем дополнительно выделить средства управления управлением жилищно-коммунального хозяйства порядка 7 млн. рублей. В эти 7 млн. рублей будут входить суммы по замене ветких труб, где на территории проходит у нас комфортная городская среда. День же средства 2 млн. рублей на уличное освещение и закупка светильников. Это обслуживание уличного освещения. И остальные суммы это на сам аппарат УЖКХ. По вопросу об эффективности деятельности главы Каспийска и инвестиционного полномочного органа в сфере сопровождения инвестиционных проектов с привлечением частных инвестиций выступила начальник отдела экономического анализа и прогнозирования Зиярат Мукаилова. Она рассказала, что в целях внедрения муниципального инвестиционного стандарта на территории городского округа предусмотрены методическими рекомендациями по организации системной работы и сопровождению инвестиционных проектов система поддержки новых инвестиционных проектов. Инвестиционные проекты в первую очередь проходят через муниципалитет, в том числе это выдача разрешения на строительство, предоставление земельных участков. И чтобы снизить эти барьеры административные, было принято такое решение. Среди обязательных требований там есть 10 требований, утвержденных методическими рекомендациями. В том числе одно из требований это утверждение представительным органам муниципальной власти показателей эффективности главы инвестиционного полномочного органа. Что касается вопроса дирекции рекреационных зон городского округа и утверждения положения о нем, было решено создать муниципальное бюджетное учреждение. Дирекция рекреационных зон городского округа Каспицк путем его учреждения к главе городского округа привести в соответствии с настоящим решением нормативные акты, опубликовать настоящее решение в газете «Трудовой Каспицк» и разместить его на официальном сайте администрации и многое другое. В заключение были подняты вопросы о принятии нового герба и флага города. Напомню, что ранее в 2023 году Советом предпрезиденте уже был принят герб, но из-за несоответствия общим требованиям символика была изменена, согласно всем замечаниям, и утверждена. Подытожило собрание заместитель председателя собрания депутатов Аза Алиева, которая выступила с предложением увековечить память Каспичан, участников специальной военной операции, погибших при исполнении воинского долга. Вся во внимание ходатайство близких родственников погибших в собрании депутатов городского ухода Каспийск решает увековечить память Каспичан, участников специальной военной операции, погибших при исполнении служебного и воинского долга, в форме установки меморальных досок в домах, где они жили, а также на территории зданий муниципальных учреждений, согласно приложенному данному решению списка. В заседании также приняли участие заместители главы города Руслана Чакаева и Арсен Шерифов, заместитель председателя собрания депутатов Тимур Насрулаев и многие другие.